Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемые эксперты. Решите представить клинические случаи развития иммуноопосредованных нежелательных явлений третьей и пятой степеней на фоне комбинированной иммунотерапии. К нам пришел на лечение пациент с 50 лет, с неспецифическими жалобами на общее недомогание. Достаточно высокий, с большой массой тела. Из объективного осмотра, так можно выделить, что полипировались периферические лимфоузлы справа 4 на 3 см. В правом плече, в мягких тканях образование 2 на 3 и при пальпации живота определялись очень крупные образования до 15-20 см в эпигастрии и по левому флангу. Изонамнеза в 2017-2018 году первично диагностирован, радикально пролечен и в дальнейшем проходил динамическое наблюдение. Признаки прогрессирования появились в августе 2021-го, через 3 года с множественными метастазами и в мягких тканях, и в лимфоузлах, и в неорганно, в брюшной полости. Головной мозг был без метастазов. Пациент обследован и принята тактика решения медицинкологии имени Николая Николаевича Петрова о начале комбинированной иммунотерапии. И для лечения он был направлен по месту жительства в 40-ю больницу, где 22 сентября получил первый цикл в таких дозах. И сразу же после первого цикла, в течение нескольких дней после введения, появилась сыпь третьей степени. Вот на фотографиях представлено, как она выглядела, покрывала практически всю верхнюю половину тела. Целью купирования осложнения был назначен преднизолон, полмиллиграмма на килограмм. Тут сразу же я говорю, что с отступлением от рекомендации, с учетом высокого веса пациента. То, что мы понимали, что если мы назначим дозу 1 мг, то длительность отмены будет у него очень высокой. На таком оффлейбл лечении мы получили эффект в виде полного купирования сыпи и отменили преднизолон 9-го и 11-го. На допустимой дозе до полноотмены начали второй цикл провели. И после второго цикла отметился рецидив сыпи, правда уже первой степени, в связи с чем мы назначили преднизолон допустимой дозе 10 мг и полностью купировали осложнения. Дальше началось у пациента самое интересное. Он позвонил по телефону нам и пожаловался на такие специфические симптомы в конце рабочего дня, в пятницу по классике. Услышали, что вроде как все в первой степени, не вызывает никаких проблем, но на всякий случай решили преднизолон увеличить до 20 мг. На следующей неделе при повторном контакте выяснилось, что все значимо ухудшилось, появились симптомы атаксии, глушения, стороны сознания не менее стоп. Мы поставили диагноз нейропатии третьей степени, пригласили пациента на визит, смотрели его и сразу же пошли по третьей ступени, учитывая возможные инвалидизирующие последствия, назначили преднизолон 2 мг на килограмм на фоне всей сопроводительной терапии, которая требуется для такой высокой дозы. В течение пяти дней была небольшая положительная динамика, после чего пациент застабилизировался, и состояние его было не очень приемлемо, так скажем. И атаксия сохранялась, и выражена не менее. Мы решили его показать профильным специалистам. 26 ноября показали его неврологу. Из объективного осмотра пошатывается в позе Ронберга, практически падает атаксия, и полностью отсутствовала практически температурная и тактильная чувствительность от эпигастрии ниже. Коллегиально назначили ему МРТ головного мозга и шейно-грудное дело спинного мозга, подозревая клинический аутоиммунный миолит. Но инструментально получили непонятное заключение в виде аутоиммунного миозита TH2-3. То есть даже на слабость ног, которая тоже у пациента была, это не очень подходило. Дальше пациента решили направить уже в федеральный центр литер-онкологии Петрова. Пациенту был добавлен токролимус, и на фоне такой комбинированной терапии токролимус и 2 мг на 1 кг преднизолона отметилась нарастающая положительная динамика. Все обрадовались и думали, что еще полечим, начнем отменять дозу после полного оккупирования осложнения. На 11 января назначили ему контрольное обследование. До обследования хотел показать эффект, который был у пациента. Большинство метастазов легких регистрирули. Самые крупные образования брюшной полости уменьшились с 20 до 6 см, с 11 до 5 см. Внутригрудные лимфоузлы уменьшились. Акселярная лимфодонопатия уменьшилась. Мы получили очень значимый частичный регресс. Все было бы хорошо, но 13 января пациент, как мы уже потом немного по факту узнали, попадает в тяжелом состоянии в дежурный терапевтический стационар с жалобами на дышку, ослабление дыхания, кашель. И в процессе обследования только поднявшись в отделение, погибает. По данным обследованиям мы можем видеть в легком вот такой непонятный интеллектрат, который описывался рентгенологами как диагноз между этинофийным интеллектратом, токсическим, то есть нашим осложнением пульмонита, микоплазменной пневмонией, либо менее вероятной вирусной природы. По утопсии был поставлен диагноз двусторонняя полисегментарная пневмония и ковид неподтвержденный. Понятно, что это было в очередную волну ковид-инфекции, поэтому как относиться к заключению, что это ковид-инфекция, наше мнение, что не очень похоже, учитывая рентгенологическую картину. И такие выводы мы сами для себя сделали, что первая вообще мысль была о тромбомболии, но так как утопсия это не подтвердила, стали думать, что это либо оппортунистическая инфекция на фоне нашей всей мощной иммуносупрессивной терапии, либо дополнительные еще осложнения, учитывая такое течение, пульмонит пятой степени, то есть который привел к гибели пациента. Ну и каждый, наверное, делает из неудачных случаев для себя какие-то выводы. Мы сделали такие, что наверное, хотя бы локально стоит разработать какие-то программы более тщательного мониторинга и прогностических шкал, которые обсуждали, они пока глобально, только зарождение, что стоит учитывать токсичность не только противоп... не только специфического лечения противопухолевого эффективности, но и не забывать о токсичности сопроводительной терапии. Ну и сейчас можно думать о том, что если бы у нас были шкалы такие, и мы знали, что у пациента разовьются такие осложнения, можно, наверное, было бы подумать о назначении монотерапии ему. вот, но на момент постановки диагноза вопросов схемы не возникало, была полностью по показаниям. Ну и вопрос для дискуссии, что во взгляде со стороны может быть можно было сделать лучше, чтобы предотвратить вот такое развитие событий, что, конечно, получать такой противопухолий эффект и терять пациента от таких непонятных ситуаций не очень приятно. Продолжение следует...